Докладчика, сопредседателя Загребнева Алены Игоревну, заведующая отделением ревматологическим 52-й больницы, с интригующим докладом «Бестероидная ремиссия у больных СКВ». Добрый вечер, уважаемые коллеги. На самом деле, действительно интригующее название, но на самом деле получилось очень серьезное обсуждение и с самой собой, и с литературой. Мы с вами в любом случае, при любом диагнозе, мы хотим добиться ремиссии у наших пациентов. И, собственно говоря, если мы сейчас возвращаемся опять к определению ремиссии, то мы понимаем, что большая часть наших пациентов, как ни крути, но находится в зоне только клинической ремиссии или полной ремиссии, но на терапии. И наше желание достигнуть полной клинической ремиссии или полной ремиссии, оно остается, честно говоря, таким, несколько-то эфемерным. Я очень коротко остановлюсь на тех вещах, которые вы знаете. Конечно же, мы, выбирая терапию нашей пациентки системной красной волчонки, прежде всего будем смотреть на активные заболевания. Да, безусловно, имеет существенное значение поражение тех или иных жизненно важных органов. И, соответственно, мы учитываем и коморбидность, и возраст пациента, дебют заболеваний, или мы речим рецидив. Это все важно в комплексной оценке. У нас с вами достаточно большой на сегодняшний день пул лекарственных препаратов, которые мы можем использовать, включая генноинженерные препараты. И неважно, у флэй была они или нет. И основа нашей терапии, я думаю, что никто из сидящих в зале не представляет. Лечение системной красной волчонки без глюкокортикостероидов. Но, тем не менее, мы всегда обсуждаем с вами дозы. Соответственно, наша цель – выйти на поддерживающую дозу до 7,5 мг в сутки. Это мы рассматриваем пренизолон. И до 6 мг в сутки, если мы говорим о метилпренизолоне. Соответственно, мы понимаем, что высокие дозы – это больше 100 мг. Мы их используем крайне редко. Средние дозы – до 40 мг. Высокие – больше 40 мг. Соответственно, здесь мы, конечно же, ориентируемся прежде всего на активность основного заболевания. И на сегодняшний день мы принимаем во внимание, что оперировать высокими и средними дозами мы будем недолго. И мы достаточно быстро обсуждаем начало уменьшения дозы и время прихождения к поддерживающей терапии. Для себя мы понимаем, что как только мы даем глюкокортикостероиды, мы автоматически запускаем формирование индекса повреждений за счет именно глюкокортикостероидов. С другой стороны, мы понимаем, что если мы не даем глюкокортикостероиды, абсолютно точно мы будем у нашего пациента иметь активность заболевания, и индекс повреждений уже будет обусловлен собственным заболеванием. Безусловно, чем дольше мы пытаемся достигнуть контроля заболевания, тем больше будет индекс интенсивности, ровно как и сопряженное влияние с дозой глюкокортикостероидов. Абсолютно точно нам показано, что увеличение дозы глюкокортикостероидов на каждые 10 мг в сутки имеет значимое накопление органных повреждений, и мы с вами все время находимся в некотором таком подвешенном состоянии. С одной стороны, уменьшая дозу глюкокортикостероидов, мы имеем риски обострения. Как только мы говорим о том, что мы упали ниже той дозы, которая нужна для контроля активности заболевания, у нас есть риск активизации заболеваний, и опять мы будем обсуждать усиление патогенетической терапии. Как у нас можно минимизировать токсичность глюкокортикостерапии? Ответ очень простой. Только за счет контроля активности заболеваний иными препаратами. И здесь мы обсуждаем прежде всего иммуносупрессивную терапию и биологическую терапию. Что нам говорят мировые данные? Здесь приведено исследование, когда мы сравниваем две группы пациентов, которые имели группу М, которые имели дозу глюкокортикостероидов меньше 30 мг в сутки, и вторая группа, которая лечилась глюкокортикостероидами более 30 мг. Что мы получили в итоге? Что по влиянию на активность заболевания у нас дозы менее 30 мг имели такую же эффективность, что и большие дозы. И как только мы говорим о более высоких дозах, мы имеем планомерное наращивание индекса повреждения, обусловленное именно передозировкой глюкокортикостероидов. И, безусловно, использование иммуносупрессивной терапии гидроксихлорохина, а мы до сих пор видим очень редкое назначение гидроксихлорохина у пациентов, которые попадают к нам, даже при условии их переносимости, это тоже позволяет уменьшать дозу глюкокортикостероидов. Вашему вниманию и к обсуждению, и, соответственно, дальнейшие мысли, которые автоматически возникают, протокол терапии люпус-нефрита. Когда доза пульс-терапии глюкокортикостероидов, а мы как-то уже привыкли, то есть 1000 мг 3 дня подряд, а здесь авторы предлагают иную методику – лечение пульс-терапии в дозе 250-500 мг. В дальнейшем доза глюкокортикостероидов пероральна, при активном люпус-нефрите и нефротическом синдроме меньше 30 мг в сутки. Цитостатическая терапия проводится циклофосфаном, при этом введение 1 раз в 2 недели, которое сопровождается малым пульсом метипредов 125 мг. Безусловно, выбор цитостатика зависит от того морфологического класса, о котором в каждом конкретном случае ведется речь. То есть 5 класс – это ММФ, 3-й, 4-й класс – циклофосфан. Безусловно, используется нефропотективная терапия, кальций, витамин D. Здесь, что меня поразило, на самом деле, еще в этом исследовании, в описании, это график посещения. Посмотрите, мы работаем с вами все, ну, плюс-минус все, в УМС, и здесь для того, чтобы вывести пациента в ремиссию или добиться стабилизации состояния, пациенты в первые 3 месяца наблюдают каждые 2 недели. Это, безусловно, и лабораторные контроли, и наблюдение, собственно, пациента. Дальше раз в месяц или 1 раз в 2 недели, и только потом пациент выходит на наблюдение 1 раз в 3 месяца. Что, собственно говоря, это исследование показало? Оно показало, наоборот, меньшее влияние на лечение, на меньшую эффективность более высоких доз глюкокортикостероидов, именно для люпус-нефрита. Меньшие дозы глюкокортикостероидов, а сравнение происходило со стандартным лечением люпус-нефрита, меньшее, улучшенный почечный прогроз и уменьшение токсичности глюкокортикостероидов. И вот это уменьшение перорального приема глюкокортикостероидов объяснялось именно вот этими каждыми 2-недельными, проведенными введениями инфузиями митепреда по 125 мг. Другие авторы с достаточно, как вы видите, крупным набором пациентов, все показывают примерно одно и то же. Глюкокортикостероиды, чем их больше, тем больше инфекционные риски. И это в любом случае больше, если мы даем иммунодепрессивные препараты. Это, посмотрите, 4-кратное увеличение риска серьезных инфекций при дозе глюкокортикостероидов всего 15 мг в сутки. Очень не было получено достоверной разницы, но тем не менее летальные исходы ассоциированы с дозой больше 10 мг в сутки. И накопительный эффект даже нескромных доз глюкокортикостероидов, о которых мы говорим 7,5 мг. Соответственно, вывод из этих исследований был в том, что минимизация дозы глюкокортикостероидов вообще разумное действие, и мы не теряем эффекта по влиянию на активность собственного заболевания. Абсолютно точно, 100% назначение гидроксихлорохина, авторы обсуждают его отсутствие исключительно в случае непереносимости данного препарата. Раннее назначение цитостатической терапии и самое важное – это контроль активности заболеваний, грамотное введение ревматолога. Если мы говорим об осложнениях стероидной терапии, то мы говорим, конечно же, об влиянии на костно-мышечную систему, это остеопороз, остеонекроз и миопатия. И если остеопороз, он стартует фактически, разворачивается к 6 месяцев постоянного приема глюкокортикостероидов. Доза может быть небольшой, главное, чтобы она была постоянной. Кумулятивный эффект дозы, безусловно, имеет значение, а самое главное – страдает рапикулярная кость. Соответственно, позвонки – это первое, что мы должны проверять на предмет остеопороза. Остеонекроза. Здесь более серьезное имеет значение высокие дозы глюкокортикостероидов, чем кумулятивный эффект, по крайней мере, у этих авторов. Для формирования гипергликемии дозы глюкокортикостероидов может быть небольшой, меньше, чем 2,5 мг. Для Кушинга – больше или равно 5 мг в сутки. Ну и, соответственно, снижение уровня половых гормонов наблюдается, как правило, при использовании высоких доз глюкокортикостероидов без влияния на либидо или бесплодие. Безусловно, сердечно-сосудистые осложнения, которые соревнуются с инфекционными событиями у наших больных, здесь мы говорим о том, что доза может быть вполне небольшой. Мы не контролируем факторы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, если мы влияем исключительно на традиционные факторы, поражение органа зрения, катаракта, если глюкома обсуждается как обратимый процесс катаракта, однозначно необратимая ситуация, ну и расстройство психики, которое мы наблюдаем у наших пациентов – это очень частая ситуация. Поэтому, как вы видите из этой таблицы, 7,5 – это порог, на который мировое сообщество в более высоких дозах просто не согласна. Далее я, наверное, расскажу один клинический случай. Вот это рекомендация, которая у нас в Тритутаргет есть в СКВ, то есть мы обсуждаем действительно дозу глюкортикостероидов меньше 7,5 мг в сутки, и мы как можно быстрее должны привести пациента в эту ситуацию. Где мы ошибаемся? Это назначение неоправданно высоких доз глюкортикостероидов исходное, отсутствие должности цитостатической терапии, поэтому наши пациенты часто обостряются, они приходят к нам, мы наращиваем дозы гормонов, потом они становятся лучше, мы уменьшаем дозы гормонов, они закономерно обостряются, и, к сожалению, до сих пор таких пациентов немало. И, к сожалению, совсем фатальная ситуация, когда у нас пациент был на серьезной цитостатической терапии, прошел определенный курс, например, циклофосфана, мы оставляем поддерживающую терапию, не имеющую дальше поддержки цитостатической терапии. Как дойти до бестероидной терапии? Прежде всего, решение этого вопроса, на мой взгляд, находится, во-первых, в разумное назначение дозы глюкортикостероидной терапии исходно. И здесь нам нужно ломать наши стереотипы, и мы это видим по тяжелым реанимационным больным, когда существенная передозировка глюкокортикостероидов, а говорим мы, в общем-то, о прописных истинах, приводит к серьезным инфекционным осложнениям, которые могут приводить к летальным исходам. Достаточно быстрое начало отмены глюкокортикостероидов, но в условиях адекватной цитостатической терапии. И здесь, безусловно, сейчас вся мировая литература нацелена на минимизацию и отмену глюкокортикостероидов, однако протоколы, как таковые, и исследования, они сейчас, по сути, находятся в работе. И здесь я хотела вам представить клинический случай. Это пациентка с системной красной волчанкой, которая поступила к нам после самостоятельной отмены глюкокортикостероидов. Причем история была следующая. Пациентка болела с системной красной волчанкой весьма активно, дебютировала с поражения гематологических, люпус нефрита без морфологической верификации, пневмонитов, и в результате она была пролечена циклофосфаном, глюкокортикостероидами в высоких дозах. И спустя два года от начала терапии циклофосфаном, потом ММФ, глюкокортикостероидной терапией и гидроксихлорохин, пациентка самостоятельно отменила себе всю терапию. Более того, она дошла до нас в 2016 году, где мы провели полное обследование, диагностировали у нее клинико-лабораторную иммунологическую ремиссию. На тот момент мы не знали, нам она сказала, что она находится на поддерживающей дозе глюкокортикостероидов в виде 4 мг депреда и поддерживающей дозе мефитиломикофенолата. Собственно говоря, мы на тот момент не знали о том, что уже никакой терапии нет. Спустя год мама узнала об отсутствии терапии, привела ее к нам на консультацию. И тогда мы диагностировали клинико-лабораторную иммунологическую ремиссию. Нам с большим трудом удалось ее уговорить хотя бы на гидроксихлорохин. И вот вы видите итог 2019 года, когда пациентка дебютировала с огромной активностью системной красной волчанки, индекс поселенности следает 28 баллов, морфологически верифицированный, люпус нефрит 4 класса. Это к тому, что оборотная сторона, безусловно, все о том, о чем я рассказала, это максимально филигранный подход к выбору терапии наших пациентов, потому что это очень важно, не получить обострение и оправданно, с одной стороны, вовремя уменьшить дозу гликокортикостероидов, а с другой стороны, сделать это максимально оправданно. Спасибо за внимание. Вашему вниманию предлагается доклад Зинаиды Юрьевны Мутовина «Поражение печени при системной красной волчанке».